Друзья, всем здравствуйте! Представляю вашему вниманию из наличия готовые реплики легендарного ножа-разведчика с маркировкой НР-43. Больше известный как «Вишня». В двух вариантах исполнения по рукояти. Черная классика и Милитари, или Хаки, или Олива. Не знаю, кому как больше нравится. Так, давайте пробежимся по ножам. Клинки выполнены по образцу 1943 года. Это конная сталь 95Х18. Что значит по образцу? Исполнение и геометрия. Спуски. Одна, вторая. Сквоз обуха. Щучка. На клинке нанесены гравировки. Та самая «Вишня». Рукоять. Резинопластик. Неубиваемая. Грязь, жир, влага, кровь, масло, бензин. Без разницы. Выдержит абсолютно все. Реально неубиваемая. Монтаж сквозной. То есть, хвостовик цельный. На всю длину рукояти и стянут резьбовой гайкой. Гарда из нержавейки. Прямая. Это раз. Второй нож. Все то же самое. Только, как я и говорил, разница у цвета рукояти. Ну, это кому какая больше нравится, кому какая больше подходит. Размеры ножа. Общая длина 260. 147 длина клинка. 20 ширина. Тай 2. 2,4 обух. Нож гражданский, не холодный. Толщина позволяет работать вполне себе отлично. Кто-то скажет, обух тонкий. Уверяю вас, нет. Для ножа вполне себе достаточно. То же самое. Вы можете там мясо нарезать. Разделочные какие-то работы произвести. Продукты порезать. Пищу построгать. Без проблем. Также ветку построгаете. Все это будет выполнено вами без проблем. Вот такие красавцы. Из наличия. Стоимость любого ножа 2500 рублей. Ножны кожи, друзья. Прошиты, проклепаны. На двух подвесах. Кабурная застежка. Если вы заметили, кабурную застежку мы используем на всех ножнах такого типа. Ну, по типу кармана. Ну, во-первых, первонаперло она не гремит, как кнопка. Да, соответственно, более надежная фиксация. Ставим сверху. Почему? Потому что, если мы ставим вот здесь, при внимании хлястик вы можете отпороть. И самое главное, то есть, если у вас здесь зафиксирована рукоять, здесь вот у вас будет все мотыляться. При таком варианте, соответственно, когда у вас застежка сверху, все более четко. Пожалуйста, друзья. Ножи в наличии. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова